Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Правительство страны попросили разработать единые требования к камерам фото-видео фиксации нарушений ПДД и закрепить их в законодательстве Инициатива касается и перечня доказательств, на основании которых водителям рассылаются письма счастья Если какое-то одно из них отсутствует, то нарушение доказанным считать нельзя, уверены авторы идеи В результате все это сократит количество ошибочных штрафов Добавлю, что в скором времени нам обещают предоставить возможность обжаловать штрафы через портал Госуслуг Трасса 101 Власти хотят обязать Российский Союз автостраховщиков строже контролировать пункты технического осмотра автомобилей В частности, планируется запустить алгоритм лишения пункта аккредитации по жалобе, поступившей от автовладельца, юридического лица, чиновника или СМИ Если оператор ТО будет не согласен, то он сможет отстоять свою точку зрения в суде Ожидается, что изменения не приведут к росту стоимости техосмотра Вот только одно непонятно, зачем эти косметические поправки, если диагностическую карту по-прежнему можно купить без осмотра Трасса 101 Автоваз приступил к выпуску Lada Niva, бывшая Chevrolet Niva Смена названия, напомню, связана с недавней покупкой Тольяттинским заводом акции General Motors в их совместном предприятии Как сообщают СМИ, переднюю часть внедорожника переработали в X-стиле Теперь она походит на Vestu и X-Ray Изменили и заднюю часть, а бока закрыли массивными молдингами Ожидается, что впервые автомобиль покажут публике в конце лета этого года На дорогах Ростовской области начали работу камеры фиксации нарушений ПДД нового поколения Называется устройство Descartes Есть ли тут связь с известным французским философом, неясно Особенность устройства в том, что оно не распознается классическими радар-детекторами Комплекс мгновенно распознает скорость транспортных средств и в случае превышения формирует материалы для вынесения постановлений Трасса 101 Вот и пришло время, когда сравнивать отечественные легковые автомобили с импортными уместно И первые, по мнению специалистов, выигрывают у вторых по многим параметрам Вот один из ярких примеров Lada Vesta в максимальной комплектации Exclusive и Kia Rio в комплектации Premium Машины столкнули нос к носу представители авторитетного автомобильного издания за рулем Что же выяснилось? А то, что Vesta объективно экономичнее на трассе У нее более эргономичные кресла и более удобный багажник Подвела корейца и шумоизоляция, а также возможность открыть багажник только с кнопки в салоне Но главная цена – 940 тысяч рублей за Lada против почти 1 миллиона 100 тысяч за Kia Оценить эти и другие достоинства Vesta вы можете в салоне Lada на Пугачева 32 На этом все Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова До свидания Трасса 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова